Мазуты зависимости региона на примере Мешукова. Накануне праздника Пасхи на 9-м километре автодороги Кола Р-21 перевернулся полуприцеп, перевозивший мазут. Чтобы не допустить попадания продукта в залив, на место происшествия прибыли экстренные службы и наша съемочная группа. Желание проехать субботним вечером по дороге Мешукова-Снежногорск для многих превратилось вовсеночное бдение. Большую часть времени проехать могли только специальные службы, устраняющие последствия аварии. В 7 вечера здесь опрокинулся мазут-авоз. По уверениям МЧС, количество выплеснутых нефтепродуктов незначительно. Повреждение цистерны не произошло, протекало через горловину. Поэтому, скажем так, пожарная часть, две машины, два расчета, которые сюда прибыли, сразу в том районе было проведено, в естественной обваловке было, значит, проведено место, подготовленное для сбора мазута для того, чтобы не дать ему уйти непосредственно уже в Кольский залив. Поэтому там сейчас все это дело обваловано. Специализированная организация провела обсыпку данного мазута непосредственно сорбентом для того, чтобы минимизировать, скажем так, последствия данной аварии. На место сразу же выехали оперативная группа МЧС, пожарные и специалисты компании «Экосервис», специализирующиеся на сборе и утилизации нефтепродуктов. Вытечь успела три кубометра мазута. Причины ДТП будет выяснять группа разбора ГИБДД, но дежурящие сотрудники объективных предпосылок для аварий не видят. Дорога и погода хорошие. Машине компании «Трансойл», перевернувшейся на подъеме всего пора месяцев, номера были получены буквально на днях. Потенциально виноватый, но уцелевший водитель от комментариев отказался и все силы бросил на эвакуации цистерны, что было непросто. Она заняла несколько часов. Два крана не смогли справиться, на помощь пришлось звать пожарную машину, но даже таким составом выдержали не сразу. К утру воскресенья движение по трассе было восстановлено и сбор мазута закончен. Теперь предстоит восстанавливаться только природе. В этом ДТП пострадала она.